Добрый день! Несколько дней назад на BBC2 вышел фильм о гипотетической ядерной войне, о начале ядерной Третьей мировой войны. Этот фильм называется Третья мировая война. Виды штаба войны. По-разному переводят на русский язык. И есть еще такое образное название этого фильма «Умрем за Даугвпилс». Почему я взялся об этом говорить? Потому что я сам родом из Даугвпилса, родился в Даугвпилсе, прожил в Даугвпилсе 17 лет, поступил в Санкт-Петербург в институт, дальше уже жил в Санкт-Петербурге, но каждое лето, а иногда и по два раза в год, возвращался в Даугвпилс, зная его очень хорошо и зная, что там происходит. И сейчас у меня живет сестра в Даугвпилсе, старшая. Отец с мамой умерли несколько лет назад. Вот. Значит, Даугвпилс — это центральный город Латгалия. Латгалия — это часть Латвии, наиболее близкая к России. Располагается рядом с границей Белоруссии, 30 километров от Белоруссии, даугвпилс, 30 километров от Смоленской области и километров 35-40 от Литвы. То есть он находится в таком уголке Латвии, наиболее, это юго-восток Латвии. Даугвпилс изначально — это был город немецкий, Шлюстенбург, потом Борисоглебск, потом Двинск, потом Даугвпилс. То есть Двинск — это старый русский город, расположен на реке Двина. Сейчас это Даугаво. Это была западная Двина. Известен он в Российской империи тем, что в нем была построена одна из пяти крепостей, которая имела право носить императорский стяг. Одна из самых последних и самых крупных крепостей, построенных в Российской империи. Она не была достроена, эта крепость, до войны 12-го года, но практически вот они ее достроили. Вот крупная, современная, по тем временам крепость. В советские времена в этой крепости располагалось несколько воинских частей и 2-ю Даговпилское военно-инженерное училище. Готовили летчиков, не летчиков, а инженеров авиационных. В Российской империи Двинск входил в Витебскую губернию и отошел к Латвии после Брестского мира. То есть после Брестского мира по границе, вот как стояли немецкие войска, он отошел к Латвии и оставался в Латвии, вот и в Латвийской республике и сейчас. Значит, население это Латгалия. Латгальцы. Латгальцы это не чистые латыши, но близкородственные. Отличаются языковой тем, что... Это отец как-то у меня поехал в область, в район, да, в район там, Даговпилский район. Мы сказали, подожди немного, вот сейчас на собрание, вот здесь в Латгале там пройдет, и потом мы поговорим. И он сел на собрание, слышишь, по-латышски говорят, потом он так уху навострил, говорит, почему я все понимаю? А потом-то вот до него дошло треть слов на русские. То есть Латгальский язык, он на половину латышского, где-то на две трети латышского, на две трети русский. То есть просто русские слова, откровенно, я когда надо... Русские слова, латышские грамматические концепции. Дело в том, что латгальского письменного такого нет. То есть есть латышские письмены, нормально на латинице, но когда они говорят, они... Я не знаю, как они пишут. Наверное, все-таки пишут либо на русском, либо на латышском. А как бы написать, что... Хотя, может быть, транслитерации там магазины пишут латиницей. Ну, грамматические конструкции, построение предложений, построение фраз. Латышская, но слова вставляются... Ну, латышский язык довольно простой, поэтому там нет каких-то особых таких конструкций, как, скажем, там немецком, финском, даже в английском. Да, 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 да. И на даче, часто у меня напротив дачи латыши, вот, и там машину чинят, латышский, латышский, мат, 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 русский, русский. Ключ на 40. То есть вот какие-то вещи, совершенно на русском они говорят. Значит, состав. К концу советского периода, значит, в Далгопилсе было около 150 населения. Сейчас, наверное, чуть ли не вдвое уменьшилось. То есть катастрофически уменьшилось, потому что... Это в основном русские, я так понимаю, нет? Уехали в основном-то латыши даже. Да? И русские. Ну, вот мой микрорайон, где была школа, когда я пошел в школу, был класс Е. А, Б, В, Г, Д, Ж, Е, да. Вот. И в две смены учились. И вот я иду во вторую смену, толпы детей, толпы идут. И со школы первая смена, и вторая смена. Просто толпы. Сейчас я приезжаю, вот, рано утром или со школы, когда где-то в обед. Один-два ребенка. Школа была нормальная, средняя, сделали восьмилетку, и вообще там классов почти нет. Ну, это потому, что это район такой промышленный, спальный район при заводе химического волокна. Построили большой завод химического волокна всесоюзного значения. И очень много приехало русских специалистов со всего Союза. Вот. И сейчас завод еле-еле функционировал. Потом его перекупили корейцы, потом перекупили французы. А французы перекупили те, у которых свой такой же завод, они его просто закрыли, чтобы не конкуренты были. Был ботовелоцепи-завод большой, который делал цепи и для мотоциклов, и для жигулей, и по всю страну снабжал. Но сейчас он тоже, не знаю, как там. Большой локомотиворемонтный завод. Чем еще интересен Дагуфилс, он на пересечении двух крупных железнодорожных путей. То есть это было Питер-Украина, львовское направление. То есть вовские поезда через Дагуфилс и Рига-Воронеж. То есть они проходили. Вот Рига-Москва он через Резек нашел, чуть севернее. Значит, что можно сказать по населению? То есть в то время, когда я учился в школе, у нас было 15 средних школ в Дагуфилсе. Из них полторы латышских. 15-полторы. То есть одна целая была первая, Латвия с виду с колода. И еще одна была наполовину латышская, наполовину русская. Остальные все русские. За все время моей 17-летней жизни в Дагуфилсе, ко мне никто ни разу не обратился по-латышски. Город, ну может и позже был, да. Но город сугубо русский. Латыши слышно в транспорте разговаривают. То есть, ну, но... Ну это Дагуфилс вообще русский. А Латвия в целом была где-то половинка на половинку. То есть половина латышей, половина евреи, русские, поляки, белорусы. Ну, в общем, русскоязычные. И именно поэтому произошло то, что произошло в Латвии, что у них есть неграждане. В Эстонии, в Литве преимущество ретературальной нации было настолько большое, что они не боялись, что русские получат паспорта. В Латвии они испугались. Действительно, что если бы выдали всем паспорта одинаковые, то весь, ну не весь, ну половина сейма, и особенно если вся Латгаля, все было бы русское руководство. Сейчас в Латгале, несмотря на то, что, конечно, русских так же больше, чем латышей и латгальцев, но все равно основные посты занимают латыши. И есть какие-то должности, которые нельзя занять, не зная латышский язык, нужно просто изучать. У меня сестра преподает, ну она сейчас, там как бы должность зауча в объединенном центре профессионального обучения, всех объединили зауч, и она нормально латышский язык знает, и сдала экзамены, и все. То есть она... Так, теперь, что интересно, что произошло, когда Латвия отделилась? По сути, никаких катаклизмов, то, что у нас случилось, скажем, в Средней Азии, не было ничего. То есть если мои знакомые из Казахстана убежали, просто бросив все, и здесь ели где-то в Псковской области купили какой-то дом, то моя сестра на следующий год после отделения Латвии получила квартиру. Да, вывпился. Просто вот так получилось, еще нормально, как в советские времена. То есть русская, русский муж, вот они получили квартиру, они бежали, бросив все. Как это было? Отец у меня очень так тяжело воспринимал, что Латвия отделилась, сначала так вот против Народного фронта выступал, но как дали пенсию хорошую, и у него была и латвийская пенсия, и пенсия военная, вот. То есть он прожил еще отрезок жизни в полном благополучии, довольный. Хотя мы с ним очень часто по политике спорили, он был такой за Путина, за Россию, все. Но хотя его сослуживец часто к нам приходил, он был наоборот коммунист, и очень антипутинец. И он его очень доставал, приносил ему всякие фотографии, и показывал золотые самолеты, ну, путинский самолет с золотыми унитазами и все устроенные, вот они очень долго спорили. Значит, не дали русским паспорта, а дали типа паспорт такой, не гражданина Латвии, он, все, что тебе нужно регистрироваться где-то, вот вся обычная жизнь, ты по нему живешь, но только ты не можешь голосовать. А вопрос такой, а вот эти люди, они в итоге какое-то гражданство должны были иметь? Нет, так и не имеют. То есть они вообще не имели гражданство? Да, значит, большое количество... Я имею в виду не латышское, может быть, они тогда автоматически получили российское... Вот, я расскажу, значит, то же самое, что было в Абхазии и в Осетии, вот, начали выдавать российские паспорта. То есть моя мама получила российский паспорт и получала российскую пенсию. Муж сестры, у него российское гражданство и российский паспорт. И он уже вышел на пенсию в 60, а моей сестре в 61, она еще не на пенсии, потому что у нее... Она не гражданка, она по законам Латвии еще работает. Вот, то есть те, кто захотели сейчас выйти на пенсию раньше, особенно женщины, они получали российские паспорта и получали российскую пенсию и являются гражданами России. Значит, преимущество у них то, что они въезжают в Россию и выезжают из России свободно, что не могут делать неграждане... А, неграждане Латвии тоже. А граждане Латвии, они должны получать визу. Но при этом неграждане Латвии получились... Преимущество такое, они в Россию без визы и по всей Европе без визы. То есть, как границ нет никаких, они спокойно, в Литву, в Германию, куда угодно могут ехать. И с этим своим паспортом негражданина они могут ехать в Россию. Паспорт негражданина, извините, да. Да, паспорт негражданина. Так там и написано. То есть, они имеют право голосовать. Но, с другой стороны, то, что голосуются и те органы, которые выбираются в Латвии, то есть, жаловаться грех. То есть, вот мои родители живут, пришло время сменить газовую плиту. Такая мелочь. Пришли, сменили, бесплатно от государства. Где у нас, кому сейчас поменяют? Плохой напор воды. Отец приглашает инспектора. Инспектор приходит на пятом этаже, да. Замеряет, да, плохой воды. 30% за оплату за воду скидывают. Мой друг школьный бизнесом занимался, но банкротился. Но, говорит, они так четко все провели, всю процедуру банкротства. Так все вернулись до копейки, все по закону, не дай бог, что в ДОТ. То есть, действительно, все четко, по закону. Муж сестры пару лет назад был в гостях у матери. Праздник, там день рождения что-то было. Чуть выпил. Пройти до дома, там, наверное, минут 15. Ну, ловил, ловил такси, не поймал. Вот. Ну, ладно, сяду. Доехали-то пять минут вечером. Поймали. Нет, никаких взятки, ничего. Все. На три года лишения прав и несколько недель в тюрьме. То есть, полицейская государственная. Да, полицейская такая. Но при этом, как бы, на улице полицейские не гвоздят. Да, кстати, интересно, что, вот как только отделилась Латвия, очень много ворвали на дачу. Вот период был такой, там, ведра могли все. Потом, через несколько лет, когда благополучие поднялось, никакого воровства. То есть, все на даче как есть, так и есть. Можно оставить, ничего. То есть, на даче у нас, ну, поскольку я на даче говорю, потому что я обычно приезжаю, летом живу на даче, сына отвозил. Пока он там с полугода до 15-16, кажется, лет, каждый год. Кругом латыши. Латышская речь, перемежающая русскими словами, матом русским так. Как, где-то первые два года соседка кричала Андрей, соседский мальчик, старший моего сына, на год, на два. Вот они играют, по-русски говорят. Она говорит, Андрей, сруна латвийский. Говори по-латышски. Ну, это продолжается действительно одно лето, только дальше все. Все по-русски говорят. Все по-русски. Да, девчонки Сашкиного возраста, когда уже подросли, стали гулять там, на лига пиво-костер, все по-русски. То есть отношения, конечно, да и праздники вместе праздновали, у кого там день рождения, что-то, как и свадьбу у соседа в Латыша, приглашают. Проблем никаких. Есть все проблемы, которые в Латвии с русскими были, это в Риге, когда кто-то, от чего-то там, какие-то нацисты выходят. Ну, отморозки есть везде, и у нас есть. То есть если бы, скажем, в России освещали только, как наши фашисты где-то с чего-то там брякают, то у нас было такое жутко, что фашистское государство. Так и в Латвии. Все нормально живут, все в порядке, но только информация идет. То есть в отличие, скажем, от той же Средней Азии, ни одного не убили, и никто особо не убежал. Народ уезжает, безработица есть, да, народ уезжает в основном-то в Англию, в Ирландию, вот, на сезонные работы, потом зацепляются и остаются там. Дети соседей уехали в Англию, только возвращаются уже, внучку привозят на лето, да, из Англии. Значит, что бросается в глаза по сравнению вот последние годы с нашим, с Россией? Значит, я жил несколько лет в Ломоносове, там пруд ломоносовский, лесопарк маленький. Это кошмар. Там пройти нельзя. Грязь, просто битая посуда, то есть пакеты, бутылки, а шметки, то есть вот несколько раз мы ходили, просто собирали, покупали мешки, собирали мусор, и невозможно. Сейчас я жилу рядом с Кипенью, там Кипеньское озеро, тоже на берегу, над косом для мангалов место, и стол просто кошмарный. Каждый раз можно выносить, собирать, вот мешки, мы едем купаться, и на велосипедах полные мешки увозим до мусора, до Кипенья. И каждый раз опять, и опять, и опять, и опять, все мимо, и уже поставили там какой-то дожебак, все равно, все. И те же самые русские. Русские, да, в Пилсе, там большинство русских. Я вхожу в лес, и у нас дом, рядом с лесом. Дорожка асфальтовая до эстрады, там большая эстрада, певческая, вот. И мы идем с мамой, она говорит, ой, увидела бумажку лежит, вот как грязно. Бумажка лежит. Перед тем, что там также столы стоят, в лесу, казалось бы, что ты, выйти, и в столы. И на Двиной, на Дауговой, тоже стоят столы, с мангалами, все, проезжаешь мимо, на машине, чистенько, чистенько. Ну, и вообще, так, город, и все аккуратно. Евросоюз дал много денег, отремонтировали дороги, отремонтировали здания, в общем, очень чистый такой европейский город. Хотя, во время Советского Союза, он тоже не был таким грязным. Да, он был, в принципе, вообще шикарный год, познакомился с российскими городами. Вот. Ну, сейчас вот, школьная улица. Да, здесь сделали, они отремонтировали, это и кафе, да, да, Улина Соленина, центральная, сейчас она, Ригас, ее отремонтировали, еще раз, да, да, там просто, очень все красиво, сейчас сделали подсветку под плиткой, вот. Вот. Ну, и что, значит, казалось бы, да, вот есть такая территория, на которой живут русские, и при том-то большинство из них, ну, не большинство, то есть большое количество имеет российское гражданство, российские паспорта. Да, кстати, вот насчет российских паспортов, здесь очень как-то сомнительно. Я еще когда рассматривал его, им выдают загранпаспорта. То есть такое впечатление, что если они приедут сюда, они не будут гражданами России. Потому что у нас, то есть наш паспорт, то есть номер паспорта наш, он должен быть, вообще гражданский паспорт. И, ну, ты что-то можешь по загранпаспорту, где-то личность свою достоверить, но он не, ты даже, наверное, не женишься, ничего не сделаешь по загранпаспорту. То есть они очень странные граждане России. Вот. И скорее всего, скорее всего, вся эта процедура, это вот мое такое предположение, как бы, мое личное мнение, что это финансовая операция какая-то. Им пенсии выдают через три месяца. То есть идет накопление фонда, который прокручивают. То есть почему их склоняли получать гражданство и пенсии? Потому что, ну, значит, зачем-то только финансовая заинтересованность не некоторых органов, ну, и там частных лиц. Вот. Значит, и теперь представим, что вот эта территория, на которой живут русские, и гипотетически предполагает, так же, как в Донецкой области, да? Вот. Но если посмотреть видео про восток Украины, там какой-то был шикарный конкурс красоты в Луганске, кажется, видео на Ютубе. Просто какая-то деревенщина, какие-то грязные, извиняюсь, тетки, лимита какая-то сидит в зале, ржет, пьяная. Вот это русские там. И русские в Ангарии. То есть это просто две разных нации, две разных... И если... После вашего выступления в русском обществе нас не обвиняться. Вот. Значит, две... Вот русские... Все равно. Да, да. Вот. И теперь, в принципе, значит, историю про Дагопилс я слышал еще несколько месяцев назад или полгода назад, что вот как бы если есть хоть какая-то мысль повторить то, что было на востоке Украины, то это Дагопилс, это Латгария, русский город, Двинск, большинство русских, и которые могут захотеть стать российскими граждан и присоединиться к России. Это я себе с трудом представляю. Это действительно. Понимаешь, вот моя сестра, а, они перешли на евро уже. Были латы. Латы была... Латы были одна из самых крепких и надежных валют вообще, наверное, в Европе. То есть, вот как перешли они на латы, колбаса стоила 2,20, 2 латы 20 сантимов, сантим, вот, мороженое стоило 15 сантим проезд. Санкт-Петербург. А, да, они сделали крак России, то есть, мороженое 15-20, транспорт рос, начинался... Не 5 капли. Да, не 5, до 30 где-то дорос. Вот. Транспорт, кстати, ходит по расписанию, как и в Европе. То есть, четко ты смотришь, когда там где все... Наверное, на всех остановках расписание. Ну, конечно, город небольшой, поэтому это легче сделать. Вот. И практически никакой инфляции Лата за все 15 лет, кажется, до как они перешли на евро, не было. Ну, сейчас и евро. Ну, зарплаты небольшие, где-то порядка ну, наверное, 700 хорошие. Там мы меньше 300, есть 400. Продукты чуть дешевле есть. Что-то, вот есть местное, что-то про продукты именно дешевле, что-то дороже. Ну, так особо без разницы. А, когда я приезжал, я часто там покупал себе одежду, что-то вот из одежды могло быть дешевле. Привозное. Белорусская какая-нибудь там, обувь, майки, ну, что-то вот такое, вот я покупал, там, да, да, укупился. Вот. И появился, да, опять переходим к нашему фильму. Это, может быть, мысль появилась до фильма, может быть, кто-то знал, что фильм снимают и рассказывал про это, что да, укупился, это потенциальный район, да, где можно как-то еще какую-то экспансию. Ну и BBC эту идею поэксплуатировала. Значит, коротко фильм заключается в том, что если кто-то не слышал, ну, смотреть, пока перевода нет, на английском есть, что какое-то повстанческое движение, там, какая-то организация русской Владгалии, значит, захватывают основные городские управы, все призывают к референдуму, референдум проходит, ну, чисто к крымскому сценарию. Наши войска не входят, но перевозят гуманитарную помощь, захватывают другие города, повстанцы русские, латгальские. Ну, и фильм строится в основном-то на том, что в Лондоне сидят политики, в основном-то уже второго плана, но которые были в свое время на первом плане, депутаты, военные, и решают, что делать. Водить войска, не водить, помогать, не помогать. Что? Пропагандистский маразм. Почему пропагандистский маразм? А что же это? А как же это еще не квалифицирует? Почему? Нет, я не понимаю, почему маразм? Потому что маразм. Почему маразм? Собирается оккупировать Латвию на Россию? Это же Крым. А почему она оккупировала Крым? И ведет военные, вела свои войска в Украину. Если ты не хочешь его оккупировать, ты плохой русский. Я не знаю, что украинцы своих войска не вводили, во-вторых, как не вводили? Где? Там тоже не вводили, там тоже не вводили. В фильме, в фильме, в фильме, историк, сдающий вопрос, а как бы нужно вести себя, какие возможны варианты поведения НАТО, если будет агрессия. Вот, скажем... Учебно-штабная игра, это называется? Да, учебно-штабная игра, да. То есть, есть, конечно, и некий пропагандистский элемент, то, что фильм, конечно, снят для русских, снят для Европы, снят для британцев. В Крыму вошли, потому что была угроза населению Крыма. Не было никакой угрозы населения. Не было никакой угрозы населения. Еще какая? От националистов, поезда дружбы и тому подобное. Вот есть... Нет, дело в том, что в любом случае, когда мы куда-то, кто-то куда-то вводит войска, не опережая, никогда не действуют опережая, а когда есть по факту, вот есть факт. Почему, скажем, в Среднюю Азию не ввели, когда там... Не то, что угроза была, а вырезали. Ну, правильно, вообще плохо, плохо сделали. Вот. А здесь... То есть, наверное, там войска всегда были. Да, нет, имеется в виду, что войска вышли за пределы частей, где они должны находиться. Ну, ладно, не будем обсуждать. То есть, действительно, действительно, есть, есть некая угроза от России, которая сейчас Россия демонстрирует. она идет и... Ну, естественно, если считать, что Киселев несет... Причем не с Киселев? Киселев пропагандирует, доносит имидж Кремля. Он же не от себя говорит. Киселев. Киселев на весь мир угрожает миру атомной пылью. Угрожает. Вот. И если эта угроза есть, эта угроза есть, нужно как-то переваривать. Естественно, вот... Нет, ты просто забыл сказать, как там, вангала, русские-то готовы к восстанию? Ну, в реальной жизни нет. Я думаю, что нет. То есть, скорее всего, скорее всего, то, что некое подполье какое-то есть, можно себе представить. Можно представить десяток, два отставников военных, которые... которым, кстати, очень интересно, наверное, сейчас вдвойне хуже, потому что им переводили деньги в рублях. То есть, не в рублях, в латах, но пересчитывали рублевую пенсию. И пока было нормально, то сейчас им в латах, наверное, получается очень плохо. Вот. И, естественно, есть, наверное, какие-то маргиналы, которые не устроились на работу. Всегда есть люди, которым в любой стране экстремически настроены. Конечно, есть, наверное, какая-то организация, но чтобы они... Но поскольку там никаких даже терактов и близко нет. Никаких... Да, нашумевшая история была лет пять или семь назад кого-то убили в городе. Да, был случай. И, видать, даже какой-то журналист там как-то. То есть, вот как-то что-то связано было. Но это было не с политическими вещами, а с какими-то там, может, бизнес-вещами. Что-то было вот такое в городе. Ну, так довольно все спокойно. Ну, и по фильму дальше, что все-таки англичане и американцы решаются ввести войска, потому что, конечно, в Латвии там какие войска? У нас по Дагу пился аэродром военный был, мы его проезжаем, один кукурузник стоит, мы все смеялись. Вот, военно-воздушные силы для Латвии. Сейчас, наверное, там, конечно, есть что-то, но вот лет десять назад просто вот поле травой поросшее и какой-то кукурузник такой стоит. берут в плен английских военных повстанцы, потом все-таки их отпускают, а, спецоперации их освобождают, наши, с нашей территории сбивают вертолет с помощью С-400, там, или С-300 сбивают и погибают англичане. Ну, это полная калька с того, как наши грады Украину утюжили с нашей территории. То есть, здесь, как бы, то есть, если мы, это, как бы, реальная, как бы, не просто выдуманная угроза, там, ну, и плюс, наверное, они соединили грады и БУК, Ну, понятно, избили, да. Избили. Вот. А потом наши сбрасывают тактическую ядерную бомбу Балтийское море, над Балтийским морем, и погибают два корабля, английский и американский. И, значит, англичане сидят и думают, вот совет этот сидит, и кто-то за, кто-то против, отвечать, не отвечать, что делать, что делать, фильм на этом заканчивается. То есть, это вопрос, они, то есть, фильм не дает ответа. Вопрос, надо минным путем отдать Латгарию. Ну, да, да, нет, там звучит, Латвия сейчас это 2 миллиона населения. Имеет ли смысл ради вот этим спасения 2 миллиона жертвовать, когда в Лондоне это всего лишь район. Один Лондон, 2 миллиона. А там вся страна 2 миллиона. Имеет смысла. А у меня вопрос возник. А как на фильм-то общество отреагирует? Ну, европейское. У европейское, я не знаю. То есть, я видел, специально посмотрел в Ютубе сюжеты нашего телевидения. На нашего телевидения там самое интересное, что они переврали концовку. Наши, когда рассказывали, они сказали, и вот они бросают латышей, не помогают им. А фильмов там не было. Бросают, не бросают, просто вопрос остался. Кто-то, кого-то взяли интервью в Латвии, что латыши недовольны. Ну, это было какое-то антифашистское движение. То есть, наверное, такая прорусская организация. Но никого из официальных лиц? Просто, мне кажется, немного странным, потому что, ну, с ваших слов, как бы, нереально, ну, реально в розыне нет. Напряжения социального в городе нет. И просто, это некая абсолютно выдуманная конструкция. Выдуманная, да. которая, как бы, к реальному положению вещей не имеет никакого отношения. Если бы, как бы, грубо говоря, сейчас-то что-нибудь про технику Тонино-Плантиян сняли, то я бы посмотрел, посмелся бы, сказал бы, ха-ха-ха, это, как бы, ну, стек, это смешно, это неправда. Такого не бывает, это, как бы, неинтересно. но, исходя из того, что киньон серьезный, более того, но они, как бы, не завершаются хэ-би-энда, да, задача не решена, вопрос не решен, не решен, но они не могут решить. Соответственно, этот фильм является, ну, как бы, неким симптомом. С ним, как бы, фильм, который говорит о некой ситуации, которая еще не произошла, о которой невозможно, вот, исходя из ситуации, но над которой серьезно думают и не могут ее решить, мне кажется, это как бы... Ну, здесь, во-первых, нужно учитывать, что в Британии не знают всех подробностей жизни в Латвии, и не знают, и я думаю, что особо и режиссеры, и сценаристы тоже не задумывались и о... Может ли это быть реально или нет? Целевая аудитория не знает, что будет науга пил, и им не важно. А это все-таки втолк не проблема, что, грубо говоря, ну, как бы так грубо говоря, Европа живет какими-то фантомами, фантазмами, которые, вот, как бы, никак не соответствуют с реальностью. Нет. Ну, если бы не было Востока Украины, если бы наши танки не утюжили украинскую территорию и не гробили бы градом... Украинские танки? Что? Наши танки. Наши танки. Это когда это? Это где? Бурятская бригада. Какая еще бурятская? Да, это где? Из каких источников? Да, всех, из официальных источников. Из каких официальных? Из нормальных. Из официальных источников. Это были островники, и танки были уже подавлены. Списанные танки были. Да, и бурят подарили вместе с танкистами туда. Это были островники. Это же... Танки и эти. И танки списанные были уже. Да. Утилизанные. Да, Прямо на границе списывали. Ну был же у нас человек, он рассказывал, что днем они сидят друг в друга и так постреливают, а ночью кто-то приходит, минирует и совершает операцию. Два офицера конкретно, всего два человека, два сапера минировали поле, между ними и украинцы вам что рассказывают. Ну и что, и украинцы в нем показывали свой богатый внутренний мир, именно кишки, сердце, селези, выгнутые на этом поле. Вот, так что здесь есть еще такой момент, можно сказать, что если вот об этом рассказать, ну такой гипотетической ситуации, а вдруг и не случится? То есть вот именно, ну допустим, что я предполагаю, что какие-то больные головы, которые науськали на Украину, да, они могут и задумываться и о дабы в Пелси. Вполне. Просто проблема в том состоит, что большинство раннего командования ДНР и ЛНР, вот, это такие товарищи-фантасты, которые писали боевую фантастику, они с одного и того же, как бы, форума вот этих боевых фантастов. И они уже писали об этом в качестве фантастических произведений, то есть вот, как там на востоке Украины разгорается мировой конфликт, вот, между, так сказать, хорошей Россией и плохим Западом. То есть они уже это как раз все писали и дальше воплотили. Поэтому я бы особо не упала, но... Кстати, да, ситуация в Донецке и Луганске, подготовка именно к отделению и к войне шла десятилетия, 10 лет там шло. Там давно уже собирались, там давно это обсуждали. Было их собственное решение. Нет, ну, деферендум, ну что говорить. Это было их собственное решение, они так хотели. Это, да, так и все знают, что это петербургская реконструкция, там, и хаковские поэты. Я к тому, что и не стоит, как бы, так... Хаковские поэты, в основном, все девчонки. Не дооценивать вот такую фантажу, да, то есть кто-то снимет фильм, а потом это может, идея засесть в голове. Ну, вот, на самом деле, это же пример, про все. Все, мне все... Все, мне все... Все, мне все... Нет, дело, мне все... А действительно, вот... Что делать, если включить такой конфликт... Вот что делать, действительно. Просто в принципе, как... То есть обвинить, что это чисто навет на Россию... Ну, да, мы несколько раз угрожали ядерным оружием, в последние два года. Ну, все... Угрожали. Все помнят Игорь Жовна, к нам помните, приезжал Игорь Жовна из Харькова? Киселев, Киселев говорил, и все. На самом деле, в таком же стиле, как вот Киселев угрожают и в Америке угрожают, и в Англии угрожают. Нет, 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 нет. И Горзон, которого вы помните, из Харькова, если бы он забыли, он тоже писал фантастику. И там было, еще достаточно давно, в году там, в 2000 каком-то, был образцовый показательный взрыв ночью ядерного оружия российского над Припятскими болотами, чтобы было видно из Киева. Вот он тоже вот такой, то есть все же написал, ну вот, который у нас здесь появлялся. Он опять куда-то исчез, по всей видимости. То есть, вначале он сидел за стенками СБУ, потом выпустили под залог, а сейчас он опять куда-то исчез. То есть, может быть, будет... Жадан, в смысле, Игорь, да? Да. Ага, ну, ясно. Просто есть, как будто их называют политики ястребами, они всегда в любом, там, и на Западе они есть, там, среди американцев, там, есть умеренные, как бы, которые понимают, что надо как-то договориться. И у нас тоже есть ястреби. Есть большая разница. Одно дело, какой-то маргинальный журналист на каком-нибудь там канале или в какой-то газетке... Такой маргинальный журналист, он кандидат в президенты, говорит. А почему, 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 не маргинал? Нет, ну, он маргинал, он все-таки кандидат в президенты. А не официально... Нет, понимаешь, есть официальная политика руководства Белого дома или Кремля, да, вот, официальная. И Киселев – это пропаганда официальной точки зрения. Просто если это официально, а англичане могли бы сделать официальный запрос, вы действительно нам угрожаете ядерным оружием? И они получили бы официально те, что... Конечно, нет, конечно, угрожаем, да. Да, конечно, угрожает. Официально те, что нет. Я думаю, что это, на самом деле, на многом игра. Нет, конечно, игра... Так как наша сторона, в общем-то, слабая, как бы, нам просто... Это последняя губия. У человека, что такое последняя губия? Я тебе по морде. Вот так, вот и я. Так и здесь. Она слабая, она не может ничего поделить. И, как бы, иногда трясет кулаком, как бы, это от бессилия. Но это, в общем, ситуация понятна. Другое дело, что я понимаю, друг с другом, европейцы, как быть, да, если случится такой конфликт. А я бы еще обсуждал другой разговор, что вот Турция, ведь, она ведет достаточно агрессивную политику, в общем-то, там, под наш институтом и прочее. Как бы, а если там случится институт? Тоже может, да. Собьет, как бы, наши, допустим, турецкие самолеты, что делать-то? Вот какой бы... Ну, вот что делать, потому что идти против Турции мы не можем, у нас нет никаких сил. И вообще, как бы, с другой стороны, если мы это спустим, второй самолет, да? Нет никаких сил. Турецкая армия, ну, что... Нет, если второй самолет мы спустим, да, ну, если наши собьют, или если мы собьем, да, как бы... Нет, я забыл, с переправкой. Дело в том, что именно для того, чтобы переправить туда, где вести, где нужно вести Театр военных действий? У нас? В Арменинхе всегда где-нибудь. Да, вот. Либо в Сирии. В Сирии мы туда просто через пролив не переправим. В Арменинхе, да. Вот, мы просто не сможем переправить. И единственный аргумент, это вот действительно ядерная бомбардировка. А с Хапутной, там негде, нам негде с ними воевать. Я вообще думаю, что вся Сирия, на самом деле, то, что там происходит, с нашей стороны, это просто демонстрация того, что у нас есть вообще-то что-то еще есть. Ну, конечно. Которые стреляют там, подлодки всплывают, по словам, говорят, самолеты летают. Ну, что, все, да? Да. Все, все, реально, существует. Ну, хоп, это.